всем здравствуйте поехали мы с вороном третий день жары у нас смотреть ловушки на пчел две проверили тишина еще три осталось жарко душно время пол седьмого вечера ворон весь он у меня просто взмок уже да как мы вам намылены остановились это козлика ветра сейчас вообще нету тишина маленькие рожки у него растут полностью выленивши ходит кушает травку ближе не буду подходить разглядывать там особо нечего пробовать подходить потому что близко не подойти тут вообще все сухо трава хоть и зеленая зашла все зелено под ногами вот так вот где будет поинтереснее трофейчик там попробую поближе заснять если конечно раз нас раньше не услышит так как от коня тоже шуму сильно много ну а так вот что интересное буду включаться засранец вот так он сейчас часто шумно ведет где-то он там какой-то зверь шел как зверь косуля только рогатый или нет не знаю сейчас наверно ворон подшумел прошу раз я здесь рогача видел сейчас попробую выйти поглядеть вроде как козочка в прошлый раз здесь рогач ходи хороший как хотел лежал когда я ехал он убежал выскочил не пойму то ли легла то ли нет не вижу попробую сейчас просто пройти маленько сталька то мне казалось что она вон там березках шла оказалась вот здесь трое даже не видел ни голову ничего травы уже вон по колено поднялась про уши не сейчас посмотрим маленького пятнистого козлика нет нету буквально лежка вот прям коню идет ворона отсюда не видно он вот тут вот стоит я же говорю там был рогатый как бы не забодал вот так вот маленько я проскочил пораньше проехал но козлик пошел сам по себе дальше не бегом побежал а чуть маленько в сторону пошел но пошел просто быстрым шагом вот лежечка вот лежечка малыша не видать я прошлом году тоже этой про уши наездил у меня уже дорога была накатана ловушки смотреть она дорога вот так вот идет далеко травы было коню как бы это высоко по грудь и все в лёжках было любит косуля такие места очень где вот леса вот так вот тут соприкасаются рядом про уши на теневая такая получается сейчас уже вечер солнце ну вот оно и днем например она вот так вот идет на часть только открывается просвечивает ее а так вот им особо тут и не жарко хорошо ну в общем козленка тут нету если и есть то он где то наверное в сторонке от нее остался а может быть все еще и рано козочка не такая уж и большая по размеру ну вот так вот иду дальше и еду вернее еще одна ловушка осталась пчел по-прежнему у меня нету в ловушках и если время будет позволять перееду еще в другую сторону там у меня в зиму две ловушки оставались одну из них я не так давно смотрел никого не было а одну не смотрел и если вот успею заеду фото ловушку наверное маленько переставлю и поставлю режим на видеозапись сейчас стоит только фотографии потому что как я на видео рассказывал или писал в описании что когда фото и видео стоит режим она сначала фотографирует это секунды две уходит и потом еще секунды две три уходит чтобы включилась видеозапись и эти пять шесть секунд это очень много времени так вот еще какой-то зверь тоже коза так это это коза побольше и что я стал замечать все по раздельности сейчас сейчас пока я ехал сколько я четыре рогача видел и вот это получается сейчас третья коза ну они все от меня как бы убегают обычно с лёжки соскакивали ну вот в общем вот он у меня ворон стоит и козел вот подошел вот на вот этот угол и пошел дальше туда ну там метров семьдесят вот этот промежуток я причем приехал как раз оттуда казино маленько с угла вышел ну вот дело к вечеру и потом зверь пошел и пошел весь зверь тенью таким вот местом открытые поля я два поля пересекал не видать было никого весь зверь на вот таких вот лесных полянках вот они лёжки вот они и вот в такой высокой траве она зеленая сочная вот так вот видео у меня опять затягивается с моими разговорами ну посмотрим когда интернет более-менее работает 20 минутный ролик только что вам мне интересно если смотреть но он у меня загружает за ночь так вот поедем дальше да ворон вот он тут и ходит кустик вот набуданный еще одно место видел где вот он точно ходит много там куст весь избуданный но не стал с коня снимать да молодец дождался останавливаться еще несколько раз буду там ездить может быть потом засниму ворон начал маленько у меня подсыхать хожу шагом сейчас еще до ловушки шагом там пару километров тройку может быть бегом наверное переедем да побыстрее чтобы было ну все поехали мы дальше вот еще козочка сейчас ветерок усиливается тучка грозовая какая-нибудь сейчас очередная подойдет вышла на ветерок вот поле ну сколько там до нее метров 300 наверное ходит кушает оттуда в прошлый раз шел рогатый когда я рассказывал про ловушку не помню как уже видео называлось или охота на косулю или что-то подобное или охота с этой ловушкой запутался маленькая в общем вот с этого места шел рогатый здоровый и за ним козочка бежала так вот как раз это направление он рогатый я думаю сзади меня где-то в лесу в этом козочка ходит вот так вот там он мой красавчик стоит паутов маленько сейчас убавляется но в лесу начинают его комары одолевать надо ему средства от кровососущих насекомых уже изобретать или покупать вот вот так вот едем дальше наконец-то успел вперед увидеть козлик он правда как опять не трофейный поэтому наверно вперед я его и увидел два тросточка будут скорее всего тоже выленивший вот блин вот еще вышли метров 30 короче вот до вот этого метров 80 морда грязная копытом видимо комаров шукает тоже куда-то бежит этих невежущих короче где-то далеко убежали то ли он их угнал то ли они сами по себе все побежали не вижу листик один он там стоит нет они там оба не значится а этот оказывается вот он стоит на меня смотрит вот так вот вот ну все все разбежались она еду дальше вот так вот в общем выглядит солонец от той соли что высыпал практически вообще ничего не осталось тут маленько под деревьями сейчас кусочки были вот так вот видимо что трудно добавить я их достал и поразламывал вот так вот в общем сейчас возьму фотоловушку и наверное куда-то ее маленько переставлю угол то что стоит она рядом и зверь маленько не попадает в нее весь как-то под углом ее под другим поставлю то ли повдоль солонца то ли как не знаю сейчас подумаю и установлю зверь сюда ходит надо соли везти подарили мне сегодня подалили как сказать не знаю ну в общем отдали мне соль таблидированную хотя сейчас с собой взять и не знаю что-то что это за соль в каких-то на фильтрах очистки или где там используется воды или чего-то там не знаю как бы сказали что обычная соль только в таблетках но я ее не стал рисковать сюда везти как бы не испортить думаю солонец то информация владеет по такой соли по ее использованию на солонцах в комментариях напишите хуже будет не будет от нее если будет то мне там килограмм десять наверно я ее сюда наверно привезу а так я думал из нее новый солонец соорудить завести куда-нибудь сегодня приглядел еще одно место может быть начать с нового ее или добавить сюда ну в общем вот так строите солонцы это хорошее дело лишним не будет в общем что еще интересно если будет то сниму если нет то нет сейчас в сторону дом мы будем заворачивать солнце уже практически село скоро начнутся сумерки уже там уже камера плохо снимает ну все как-то вот так у нас опять затишье ветра практически нету сейчас увидел козлик упадал кусты стоял привязал ворона не знаю он полубоком к нам идет а то ли к нам завернет то ли в поле пойдет пока твердый пойду попробую поближе подойти или он может подойдет не знаю как в общем услышал меня мне осталось буквально пять метров пройти и он меня спорил не фокусируется на меня почует не почует меня видит тоже не очень ай комары заедают стоит в общем дарет ай 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 комарики а а он а красивый а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, в общем побежал... Не знаю, нет, вспышка не включилась... Вспышка стоит... На автоматическом режиме у меня... Думал, вспышку может напугался... Тихо, вообще тишина... Ну метров там может быть... Не знаю, 80 до него, не дальше было... Спрятался за березу... Думал, до высокой травы там дойду... И там сяду... А он меня услышал... Не знаю, как на камеру слышно... Травы тут зеленая немного... Вся сухая... И шума очень много... Да, ворон? Ну такой неплохой... Неплохой такой... По высоте высокие... Ладно... Едем мы домой... Еще что будет... Еще по пути 4 может быть... Сниму... Включусь, если получится... Последний раз там два... Прошлогодних территорию делили... Бодались... Я к ним метров на 15... Подъехал, наверное, к 1... Камеру неудобно было... Я в Галопьи подъезжал доставать... Но... Поделили уже... Помогать я им не стал... Думал, сами справятся... Сейчас проедем... Поглядим... Этот... Так нас и обваивает... Вот так вот... Что я вам скажу... Кабан прямо в деревне... Прикольно... За лесом огород мой... Тррррр... Хахахахаха... Ще... Куда... Куда... Трендр Ничего себе Ничего себе Я сейчас не буду отключаться тогда Покажу как у нас Кабан ходит Наверно которые у меня это ловушки были. Вот он был здесь. Вот они шли вот отсюда, вот сюда. И сейчас я тогда прямо проеду, тут буквально 100 метров. Все не все разбежались. Ворон осторожно себя ведет. Буквально 100 метров. Что еще где-то есть? И вот лес заканчивается. И огороды. И вот огороды. Вот мой огород. Прикольно. А куда они, интересно, шли? Там вот отделение у нас. Шли, наверное, ко мне к вьетнамским поросятам в гости. Вот, в общем, как-то вот так вот у нас зверь живет. Прикольно, прикольно. Вон там машина ездит. Трррррррррррррррррр стой. Но это никого не пугает из них. Не знаю, как, тррррррр Stoy! Бегом перешагнул, как бегом было слышно, но это видно, вернее слышно говорю. Да шагом. Ворон у матери засходил. Да Ворон, диковинного зверя чуть не догнал. Не знаю как было видно, но маленько было видно, пока с коня снимал я думаю. Вот так вот, теперь я уже дома. Всем пока.